Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Помогите разобраться, прошу дать рекомендации, пожалуйста. Ну, здесь стоит сказать, что рекомендации мы даем непосредственно вам. Рекомендации, которые можете использовать вы относительно себя. Мы не даем рекомендации касательно третьих лиц. С мужчиной знакомый со студенчеством. На разводе полгода, я замужем, но с мужем отношений нет несколько лет. Что это значит? Ну, то есть, буквально, что значит, что с мужем нет отношений. То есть, вы вместе не проживаете, вы не общаетесь. Что это значит? Начали встречаться для досуга, просто интим. Хорошо, хорошо. Особых чувств нет, когда-то давно были, но сейчас просто эмоции. А какие, какие эмоции конкретно? Эта связь помогла выбраться из тяжелого состояния, так как с другим мужчиной разрыв был очень болезненным. Я так понимаю, этот мужчина не ваш муж. То есть, вы, получается, с мужем не в отношениях, выступили в отношениях с другим мужчиной, вы с ним расстались болезненно, и вот теперь с этим. Ну, я бы сказал, что здесь проблема построения отношений. К этому мужчине теплое, ровное отношение, нам легко, мы много сменемся, я никакого напряга от него не могу вести себя без наигранности, желания казаться лучшим, мне надо подстраиваться под него, по сути, это легкое, приятное общение без обязательств. Окей, вы чувствуете себя свободно. Можете ли чувствовать вы себя так глобально по жизни? Я осознаю, что для него это непростой период, вопросов не задаю. Вы имеете в виду, что развод. Мужчина, состоявшийся, успешный, реализовавший себя в бизнесе, но я знаю его очень давно, и на протяжении всех этих 25 лет, что мы знакомы, мы пересекали. Через три недели после его свадьбы мы встретились, он предложил встречу, на тот момент я воздержал, что уже говорят о том, что мужчина как-то вот тоже имеет проблемы в построении отношений. Потом мы раз его встретились, спонтанно снова расходились по своим семьям, вот примерно в таком формате. Но есть ощущение, что семьи для вас это что-то вроде правильности. Он говорит, что ему никого больше не надо, только я. Конечно, это странно звучит с его стороны, но при встрече я отчетливо вижу, что он просто никакой, настолько уязвимый, хоть и держится как будто уверенно. И еще, он выпивает, причем регулярно, даже в первой половине дня. Необходимо сопровождаться вовсе нет, там все сглажено, и вот такую картину я наблюдаю каждый раз. Ну и что, сейчас достаточно тревожный звоночек, алкоголизм. Вроде чуть-чуть, но факт остается фактом, как ему помочь перейти вперед, не навязываясь. Я бы сказал, побольше быть рядом, если есть возможность, не в контексте интима, а просто, просто быть рядом. Быть рядом и стараться вовлекаться его в какую-то деятельность, то есть кто-то, ну, чем-то, чем-то предлагать заниматься. У нас невероятный секс, я даже не ожидал, что мужчина может быть настолько вовлеченным, весь приоритет на меня, но как только все это заканчивается, я ловлю себя на мысли, что сама блокирую все эмоции к нему. И для меня это действительно не проблема, я о нем не думаю, не скучаю. А почему, и как получается, что вы блокируете эмоции, это первое. Второе, то, что весь ориентир на вас, это есть ощущение, что как-то ранее вы позволяли себе находиться в отношениях, где такого не было. То есть это как-то, видимо, било по вашей самооценке. И это говорит о том, что ваш собственный приоритет, возможно, не на вас. Вот, дальше меня просто тянет к нему на уровне переключения своих проблем и рутины. Так, может быть, ну, может быть, имеет смысл обустраивать свою жизнь. А так получается, что вы просто отвлекаетесь. Ну, я сопереживаю ему по-человечески, мне хочется дать ему тепло близко, но я не хочу, чтобы он подумал лишнего. Почему вы думаете, что он может подумать лишнего? Как будто мне от него что-то больше нужно. Это ваши мысли и ваши неуверенности в себе и страхи. Это не про него. Не нужно. Верим. Дело в том, что вы не верите. Меня все устраивает. Просто чуть ближе хотелось бы... Ну, так и проявите свои чувства. Проявите... Скажите то, о чем вы чувствуете. Скажите то, что вы чувствуете. Вот. Тем более он, вроде как, открыт больше, чем я в этом плане. То есть вы закрыты почему-то. Как будто бы вы боитесь открыться. Ну, мне кажется, это страх. Опять же, страх. Отвержение. Возможно. Подскажите, что я могу сделать, чтобы ему стало лучше, не нарушая его границ. Наверное, только быть рядом и предлагать какую-то деятельность. В остальном, это проблема исключительно мужчины. Просто быть рядом. Да, но не всегда этого достаточно. Иногда нужна помощь специалистов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Да, новые впечатления. Вот, человеку нужны впечатления. Еще. Но, опять же, что это за человек, и какие впечатления, не совсем понятно. Вот. Я бы сначала обратил внимание на свою жизнь. Как-то разобрался бы в ней. И уже потом смотрел бы, что можно сделать для другого. Как-то делать что-то для другого из, как бы, изначально, из основы, что вы отвлекаетесь от своей жизни, от своей рутины. Ну, на мой взгляд, не лучшее решение и не лучший способ обратиться именно с собой. Всего вам самого доброго и удачи. Продолжение следует...